Муж, по-моему, кто был, когда я уже рассказывала про него? Ну, не все было. Да, тогда только самое начало было, и было совсем немножко. Сейчас, вот видите, она уже такая широкая уже такая линейка. Большая широкая линейка. Хоть у нас в каталогах и нарисованы девочки танцующие в этой серии, кажется, что она для молодежи. Я тогда внучки купила 14 лет. Ага, на самом деле, ее советуют уже для людей за 30, хотя в 20-летнем возрасте, в зависимости от проблем кожи или от состояния кожи, тоже можно использовать. Корейские женщины, как я уже рассказывала, но тогда только одна надежда... Ну вот, значит, тогда мы коротко, что женщины корейские, они очень-очень любят очищать свое лицо, и очищают они его 2-3 раза в день. Утром, да, Наташенька? Днем, представляешь, смывают всю свою косметику, очищают по новой все как следует, и по новой косметику наносят. Да, в обеденный перерыв. И вечером. Вот у них считается вот это вот такой вот ритуал обязательный. Ну, может быть, поэтому у них такие фарфоровые личики, беленькие. И ингредиенты есть в этой косметике, как раз которые отбеливают кожу, омолаживают кожу, ну, с некоторыми проблемами справляются, увлажняют хорошо кожу. И чем, чем у нас она взяла в первый же раз, да, в первый же момент, тем, что в этой серии есть активный крем. Мы сейчас скажем, что зачем нужно использовать. Активный крем, который содержит экстракт ласточкиного гнезда. Особые ласточки, как там они называются, которые строят гнезда, на склонах, да, как бы скажем. Они строят гнезда из всех природных материалов, которые есть в округе. Это и водоросли, это и улитки, из всего этого. И вот этот экстракт этих гнезд считается вот таким чудодейственным материалом, который омолаживает. И не только кожу лица, эти гнезда, оказывается, еще и собирают, и употребляют в пищу. И это очень дорогой ингредиент, очень дорогой. Поэтому и серия, вот эта вот у нас ССИО, она, в общем-то, не из дешевых, да. И самое главное, в ней последовательность, используемая последовательность нанесения. Ну, конечно, раз женщины корейские в большое значение удивляют очищению, как раз таки, поэтому здесь на очищение есть вот не только пенка, как у нас во всех сериях обычно, да, пенка, но и еще и вот это вот масло, гидрофильное масло, которое очень важно наносить на сухую кожу. Так, чье-нибудь лицо будем сегодня использовать? Есть желающие? Ну, мое. Ну, давай. А есть этот ободочек здесь? Я что-то... Да, должен быть. Ободочек там у нас и не все. Последний раз, наверное, там. А всем остальным тогда будем наносить на руку, да, чтобы вы попробовали. А Олесе сделаем на лицо. И вообще, я думала, что Олеся оператор у нас будет. Кто это у нас будет это все регулировать-то тогда? Давай без лица. Давай без лица. Всем на руки просто. Давай без лица. А то я подогнать и не могу. Хотя вы бы увидели, как выровняется тонница, как уберутся там покраски. Давайте Надежду вы бы выровняли. Нет, я боюсь. Почему? Я маслами только ею. А давайте вот одну щечку только вам будем делать. Не будем все лицо. Одну щечку только будем делать. А потом сравним две щечки. Хорошо. Я хочу поместить. Давайте. Не бойтесь. Не надо бояться ничего. Я так, что у меня внучка я пришла, сказала, говорю, я рано тебе купила. Она все равно не отдала, дотратила. Да? Мне очень понравилось. Ну вот видите. Давайте, снимайте курточку и присаживайтесь вот сюда. Давайте. Пока я наношу всем на руку, Надежда Владимировна усаживается. Что-нибудь найдите нам? А, нам не надо. Нам только щечку, нам волосы надо убирать. Лок мне будет. Смотрите, еще раз. На сухую кожу, да? Запомните. На сухую кожу. Это важно. Да. Вы, значит, растираете. Какая у меня ручка загорела. У меня такая бледная. У кого загорела? Да. А мне на лице. Так, значит, вот на своей, на одной руке разгладьте. А больше у нас нет, Алис, никакой, я еще раз вытру, на всякий случай, хотя я только что руки свои помола. А никакой больше нет, вот такой вот чашки, чтобы людям смыть? Нету? Хорошо. Тогда я вам вот эти ватные тампунчики, да, на... А может, полотенце? Может, полотенце? Смотрите. Могу смывать. Смотрите. На дом пройдем. Вот я сейчас показываю. Вы нанесли... А можно вот эту вот накидку? Да, конечно. Вы нанесли масло. Оно вообще всяко, косметика корейская, она считается очень легкой, нежной текстурой. Вот это вот масло, может быть, оно кому-то покажется, ну, тяжеловато, ну, потому что это масло. Да? Но, тем не менее, его можно использовать и для массажа лица. Если вы сами делаете себе массаж лица. Макитка с ванночкой. Ага. Вы переехали. Все. Все. За большой мастер-класс делали и унесли все, все, что было. Ладно, мы будем аккуратненько. Вот смотрите. Значит, вы массируете лицо, массаж по линиям массажным. Как можете. Можно вот круговыми, да, движениями легкими. Вот так вот на себе. Так вот. И очень важно каждый день делать себе хотя бы маленький массаж. А кто покупал у нас аппаратики, вот такой вот для ухода за лицом, такой силиконовый, розовенький. Не знаю, сейчас есть продажи или нет. Аппаратик с... Щеточками. Со щетками, с насадками, которые можно менять. Там и щеточки, там и для массажа, там и всякие, тоже и силиконовая щеточка есть, и шарики, массаж делать. Можно, можно им, да, не только пальчиками, ну, а можно вот пальчиками. Итак, вот вы помассировали. Теперь смотрите, девочки, я вам намочу их все, но вы ими не стирайте. Вы капните только, ой, утонула, капните немножечко, рядышком где-то или, где-то, или подержите, да, в ручке. Не стирайте, капните капельку водички на вот эту вот ручку, где вы массировали масло. Вот смотрите, дома мы около крана с водой, да, пальчики мочим, и масло превращается в легкую эмульсию. И смотрите, и оно начинает пениться. У вас пениться на ручке? Вот видите, оно начинает пениться. Сейчас Надежда я вам покажу. Надежда Владимировна. Совсем чистое зеркало, Олеся. Вот видите, да? Да. Посмотрите, его будет видно совсем другое, кожица будет другая совсем. Цвет лица будет меняться. Сияние появится. Теперь мы масло, когда вспенили, личико почистили, мы его смываем. Несколько не держать, да? Нет. Потому что оно очищающее. А вы же массировали то уже сколько, да? Вы же не сразу, вы же сначала помассировали его. Так. Мы его смыли и обязательно, если вы приобрели гидрофильное масло, обязательно приобретите пенку. Потому что пенка, она смывает, ну, не только очищает лицо, но и смывает остатки этого масла с остатками загрязнений на лице. Что-то у меня не стал вот этот вот носик плоховато стал. Трудно работать. Значит, я вам сейчас дам попробовать запах, чувствуете? Аромат даже, не сказать, что запах, аромат, ощущения, чувствуете? Да, и масло приятное. Давайте, девочки, попробуйте. Нужно его совсем вот чуть-чуть на лицо, нужно совсем чуть-чуть. Расход очень маленький этой пенки, очень маленький. С этой пенкой вы тоже массажными движениями очищаете лицо легкими. С этой пенкой тоже можно делать массаж, когда вы умываетесь, такой легкий, быстрый массаж. И потом пенку, как обычно, смываете водичкой. как мы это всегда лезть. Ты что такую холодную воду-то налила вообще? У мне даже пальцем холодно. Я человеку лицо протираю. Нормально человеку вот наговариваешь на меня? Смотрите, незаметно еще разница. Щечка одна, щечка другая. Как ощущения? Что вы ощущаете? Ой, чистота чувствуется. Такая держит слег. Да. Запах я прямо от этого запаха. Да. Запах и масла очень приятные. Угу. Менедельщины такое. Да. После этого мы наносим а, еще смотрите, чуть не забыла, которая как раз появилась попозже, вот этот продукт. Гель скатка для лица. Гель скатка для лица, ее используем раз-два в неделю. Вот после очищения, после масла, после пенки, мы берем гель скатку. Например, у нас как раз смотрите, как она течет. Что чувствуете? Ну, как скрабик. Да. Да. Это такой, как маленький скрабик. Здесь в ней бамбуковая пудра, еще там что-то и тоже массируете, очищаете. До появления катушек. Как всегда убирается роговой слой. Верхний слой кожи роговой убирается. вы почувствуете, как только такие появляются. Вот видите? Ой, какой приятный скрабик. Надо в нее убрать эти жесткие. Имейте виду, да. Я же вам говорю, косметика корейская, она очень нежная. Легкая, нежная. Вот появились катушки. Чувствуете, да, такие там частицы, но они очень-очень мелкие, да? Поэтому ощущение очень нежное. раз-два в неделю. Когда мы его не используем, после пенки мы сразу переходим к тонику. Когда мы его используем, значит, к тонику мы переходим после вот этого вот геля скатки. мы его как следует вымываем все частички. Так. Ну что, отличается насчет другой? такой. Вот так. Вот так. Вы кремом не мазались тональным? Тональным. А, тональный крем. Я смотрю, что загорелая. На, щечка. Так. 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 И теперь тоник. Тоник называется витаминный. Кстати говоря, кто не знал или не слышал, вот в этой серии нет нашего кислородного комплекса Фаберлик, который вот основной в нашей косметике. Чем наша косметика Фаберлик отличается? Тем, что она кислородная. по-настоящему кислородная. Вот в этой линейке нет кислородного комплекса. Так, вот это вот витаминный тоник, который мы использовать можно его двумя способами. Либо спрей, да, на лицо просто вот так вот брызгаем. Либо как обычный тоник, как мы привыкли, на ватный диск и протираем. Лучше даже вот так, потому что этот тоник витаминный и он насыщен разными разными витаминами и насыщает кожу витаминами. Кроме того, он не только увлажняет, насыщает кожу витаминами, он еще и готовит кожу к восприятию следующих кремов, которые мы будем с вами сейчас использовать. вот мы тоником витаминами, увлажнили. Тоже запах очень нежный, очень приятный. есть еще вот такая вот сыворотка, как в общем-то в любой линейке у нас есть сыворотки, да, здесь тоже есть сыворотка, которая является просто кладезем веществ и мы ее наносим чуть-чуть. Можно, кстати говоря, сыворотку эту использовать, можно использовать сыворотки, помните, тоже новая у нас серия, вышло четыре разных там, можно их использовать. Чем пахнет? Сыворотка свежая. Сыворотка вот кожа сейчас у нас вот просто благодарна. Мы даже ее вот так вот трогаем, она такая такая воздушная какая-то. Да, и еще боже что смотри еще прохладная кожа. Прохладная кожа, это значит она увлажнена хорошо. Вот эта вот щечка горячая, а вот эта щечка прохладная. Значит она свеженькая и увлажненная. Даже на ощупь кожа уже ну совсем другая. здесь она такая ну она конечно все равно нежная она как бы да бархатистая но вот она ощущается что она уставшая а вот здесь вот она напитанная кожа такая так после этого мы переходим там кремом к маскам причем причем все 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 можно использовать за раз а можно не использовать вот этот вот гель трансформер почему называется трансформер потому что он трансформируется в воду вы вот наносите как как бы он как бы кремчик но при соприкосновении с воздействием с кожей при воздействии с кожей он превращается в воду таким образом он очень хорошо тоже увлажняет кожу а наши морщинки да это вот все увлажнение это нехватка влаги в нашей коже и могу еще сказать что этот крем есть с чеком на 5000 кто-нибудь сегодня нет нет значит этот крем никто сегодня здесь не получит а так он у нас был в розыгрыше на 5000 этот этот трансформер цена каталога 799 рублей сейчас черная цена 1000 рублей да это достаточно ну немножко да получается цена она всегда черная чуть-чуть отличается когда выставляется в каталог продукция следующий шаг у нас мог бы быть это ну например гель крем он тоже такой он увлажнение увлажнение его использовать днем нужно этот крем он там такой внутри розовенький с частицами смерцающими то есть вот этот вот гель крем его можно использовать как основу под макияж за счет частиц смерцающих вы знаете да он скрывает неровности там какие-то обрехи на коже скрывает этот крем кстати говоря вот в каталоге действующего каталога у нас сегодня не оказалось а вот будущий каталог вот у нас есть вот смотрите в будущем каталоге вот они все располагаются вот по по порядку как их использовать вот видите масло пенка тоник ну если вы используете гель скатку то его перед тоником да нужно использовать после него тоник используют потом уже здравствуйте потом уже сыворотка идет кстати говоря в следующем каталоге вот эта сыворотка кладезь питательных всех веществ она будет 50% скидкой а маска вот которая у нас сейчас здесь не представлена ночная маска ночная маска помните присаживайтесь вы немножко пододвиньте курточку присаживайтесь ночная маска ну вы знаете если маска называется ночная значит мы ее можем оставлять на ночь да но она тоже там раз два в неделю используется то есть когда мы ее не используем мы используем крем а когда мы ее используем мы ее вот заключающий момент да ее и ложимся спать на нее тоже будет 40% скидки сейчас вот в этом каталоге к сожалению ничего не могу сказать на что какая скидка а это крем активатор да вот в котором как раз содержится экстракт ласточкиного гнезда да его можно и днем и вечером можно он вообще если этот больше ну увлажнение и может быть скрытие каких-то неровностей на наличике за счет мерцающих частиц то то этот он ну просто идет как омолаживающий увлажняющий и оздоравливающий такой вот крем ну если вы утром будете им использоваться им то в любом случае конечно в любом случае под макияж он будет идти конечно теперь вот о масле а кстати говоря утром когда вы просыпаетесь это не значит что некоторые думают ну я утром не запачкалась да за ночь я чистая что я вечером умывалась водичкой умываются так для освежения так скажем на самом деле утром тоже нужно умываться пенкой я уже как-то говорила об этом потому что кожа это это орган который работает свои жизнедеятельности своей какие-то продукты выделяет и их нужно смыть у нас у нас есть два видео на ТВ Фаберлинг есть два видео об этой серии первое когда только появилась и когда было мало продукции проводила встречу Рима Корнеева наш главный косметолог да Фаберлинг вот она рассказывала что масло использовать можно и утром и вечером а в другом видео которое не помню кто вела да ведущий специалист компании Фаберлинг по косметологии она сказала что вечером масло а утром только пенку я пробовала и утром и вечером для моей кожи это через чушь у меня вообще кожа ну как бы не сохнет не тянет обычно когда вот я стала пользоваться косметикой Фаберлинг у меня таких проблем не стало но когда я утром попользовалась и вечером попользовалась с маслом для моей кожи это чересчур видимо было смотрите видимо по состоянию своей кожи может быть у кого-то кожа плотная жирная ну там толстая да кожа там с порами может быть может быть таким людям оно и хорошо будет вот а а у кого-то шелушится даже если каждый день вечером маслом пользоваться и кожа начинает шелушиться может быть даже и не каждый день маслом таким людям нужно пользоваться а пенка она просто великолепная и ей можно и днем вечером и как кореянки в обед три раза кроме того здесь у нас не представлено но сейчас уже есть крем для век наши женщины просили а как же так ну как да обязательно надо для глаз для век обязательно надо поэтому сейчас выпустили и крем для век серии ICU значит здесь нет маски как я уже сказала ночной маски которая тоже по составу великолепна вы можете любой продукт открыть на сайте и прочитать что там входит и описание прочитать и есть еще такой крем а вам ничего не надо смывать на руках может вам еще дать салфеточку дать влажную вот такой вот крем кто CC крем называет кто CC крем называет все по-разному даже держите для чего у меня сейчас на лице вот сейчас посмотрите для чего он заменяет и что это сразу и тональный ну вот я вижу что вот эта часть лица свежая и она даже у вас вот подтянулась даже это было ощущение подтянут после этого геля после после скатки геля скат потому что я даже когда руками вас трогала вот эта щечка кажется такой опущенной опалой а вот эта щечка она как будто ее накачали по ощущениям даже водой наполнилась да да странно ясно я даже не стала это говорить я думаю такого просто не может но действительно даже вот так две руки положить и ощущение получается опавшая а это вот прям надутенькая щечка так давайте он очень сильно размазывается его прям совсем немножко тональный крем ой много получилось что получилось что хочешь скажи понимаешь так ну давайте попробуем тональный крем я скажу крема не надо там много да я говорила надо чуть-чуть совсем я не стала просто открывать нет а вообще то после всех процедур очищения крем крем всегда под тональ не это просто много он он сейчас впитается и он сравняется с любым тоном просто его много там на руке было да он очень сильно я на все лицо кисточкой на посмотреть да 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 в общем я наношу вот этот крем получается ну вот вот такую вот капельку да кладу себе на руку и кисточкой и мне вот прям иногда много да да ну Олеся она вообще мало очень тональным кремом но он сильно размазывается очень хорошо я не люблю когда толстый стоит ну это на твоей коже опять же вот смотри я капельку взяла Надежду Владимировну но оно впиталось прям очень быстро и хорошо впиталось мне пришлось еще добавить и такую хорошую капельку добавить это тоже наверное от лица от кожи зависит от возраста но он же СС он же не идет прям тональный он идет СС он ухаживающий с элементами тона он не должен прям замазывать замазывать он должен немножко выравнивать все равно тонирует очень хорошо СС кремы или СС кремы они вообще такие прозрачневатые обычно идут если там нужно что-то глобальное замазать СС кремом не замазать ну вот теперь посмотрите ну вот и масло хорошо и пенка хорошо этот скраб подсказка хорошая завершаем и на на 2000 мы сегодня разыграем серию дневной и ночной дневной